всех приветствую меня зовут никита сапогов сегодняшняя тема нашего открытого урока что такое индекс vd пройдемся так сказать от азов и посмотрим глубину ну глубину посмотрим на то какие структуры данных используются для одних самых популярных индексов конечно мы здесь не рассмотрим все 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 индексы которые есть рассмотрим только самые популярные я являюсь руководителем курса хайлоут архитект вот усе так являюсь руководителем бэкэнда бэкэнт направления войске линки и в общей сложности обладаю уже наверняка больше и стиле только может уже 11-12 а также более пяти лет развиваю микросирсную архитектуру используя такие инструменты как гон тарантул и по звезды но это же являясь менторы преподаватель разработчики платили все все в одном наборе также мои контакты в телеграме собакам ставить если будут какие-то вопросы замечания предложения то пишите буду рад пообщаться какой у нас сегодняшний маршрут вебинар сам первое это знакомство представлю себя расскажите вы себе немного потом поговорим немного об отусе после этого перейдем к сути вебинара поговорим про что такое индексы какие древовидные индексы немного поговорим про хэш-индексы сравнимы а после этого более подробно расскажу о курсе о программе обучения с чего она состоит также бонусом пойдет карьерная информация то есть о том какие сейчас есть как вот эти знания до получаем на курсе они применимы в работе для нового какие-то позиции до относительно тех вакансий которые выкладываются на на рынок и после этого немного рефлексивно давайте начнем если дать продолжим да и перейдем к вам пожалуйста одним сообщением напишите кто вы откуда вы и какой ваш опыт войти и с какой целью вы записались на это занятие если вдруг вы не хотите это делать вам простить то проставьте просто прочим минус так александр пишет инженера рынки а можно шифруйте пожалуйста что такое нт Поскольку там вроде кажется ничего такого, а в последующем как там, в последующем сложно собрать все профили, в последующем понормально протестировать, это прям целая наука. Так, Альбин, системный аналитик, ТМ, Digital, 6 лет, тем же запросов в годы. Екатерина, насколько хочу аналитику, пройден обучение Java. Да, Java – это хороший язык. Так, здесь повторяющие сообщения почему-то. Также от Альбина и Екатерина. Хорошо, пока, скажем так, те, кто пишут, пускай надо писать, я вернусь и, кстати, познакомлюсь поближе. Я пока продолжу и расскажу про правила вебинара. То есть, самим первым активно участвуем, здесь будет несколько таких интерактивов, просто вопросы-ответы, а также задавайте свои вопросы в чат. Единственное, что вопросы я, хоть и в чате вижу, но отвечу их на специально подготовленном слайде, для того, чтобы не сбиться. Пока я прохожу по этому слайду, Роман пишет, что он в бэкэнде. Роман, поделитесь, какой язык программирования? Или, может, сразу на несколько их пишите? И, да, бэкэн, может, в какой сфере? Хорошо. Я продолжу к следующему слайду. Немножко расскажу об Отусе. И расскажу тезис на основные вещи. Потому что Отус специализируется на обучении в IT. И изначально он, можно сказать, проектируется, задумывается для уже опытных профессионалов, которые хотят, можно сказать, дальше двинуться по своей профессии. То есть, ну, например, из медла перерасти в сеньоры. Может быть, из сеньора кто-то хочет, кстати, дальше пойти на новую ветку, на менеджерскую ветку. Может, кто-то хочет сменить язык программирования, например, с ПКП на ГО, что сейчас очень популярно. Или там, например, с фронт-рэнда в бэкэн. То есть, люди, которые уже в профессии, которые там уже делают уже опыт, они уже понимают, что как, и хотят либо поменять свой вектор развития, либо перейти на ступеньку дальше. Как раз, Отус на этом специализировался. Но, понятное дело, что спрос рождает предложение, и поэтому было добавлено большое количество программ для помощи, можно сказать, новым людям в профессии, которые вообще не в профессии, а в нее в IT. Так сказать, в IT, в IT. Поэтому наши курсы, наши программы обучения, они рассчитаны на широкий спектр, учеников, студентов, начиная от джуна, продолжая медлом, сеньором и лидирующей позиции. И там дальше будет тоже видно. Делюши позиции тоже не заканчивают таким лидом. То есть, например, есть курсы даже CTO, солючный архитект, корпоративных архитекторов. То есть, прям, какую профессию не захочешь, в Отусе уже есть для этого курс. Также очень важная, скажем так, особенность, ну или, наверное, фишка, Отус, то, что каждый преподаватель, каждый руководитель курса, он является действующим практиком. То есть, это те люди, которые сейчас в профессии, занимаются этим, грубо говоря, после рабочего дня, например, сейчас четверг, там, грубо говоря, а тоже на фото-кну после работы идут преподавать рассказы. И в чем фишка? То, что в данном случае преподаватели не просто являются говорящими головами, не просто люди, которые рассказали про материал, но если чуть в сторону, все, мы уже не знаем. То есть, они знают, они могут ответить, они могут ответить шире, могут говорить об этом очень много и долго, особенно опытные. И, кстати говоря, про опыт, давайте скажем, про всех не могу сказать, но, например, на курсе Highlight Architects все преподаватели у них, практически у всех, не у всех, потому что у нас было новое добавление, а более 10 лет опыта, то есть от 10 лет опыта. То есть, понятное дело, более молодые преподаватели с новыми взглядами, со свежими взглядами, которые также приносят новое в наш курс. Также, так как я уже сказал, что все являются действующими практиками, поэтому каждый курс в Отусе является, он всегда новый, он всегда обновлен, всегда обновляется, потому что люди в этом работают, они понимают то, что что-то меняется, они это добавляют в курс, меняют его, также замечают какие-то тенденции и тоже привносят это в курс. Также есть еще и аналитики Отуса, которые анализируют текущий рынок, какие есть требования у работодателей, работодатели, топовых работодателей, смотрят, какие они производят технологии, какие инструменты, какие технологии используют, и мы это также внедряем в наш курс, для того, чтобы как можно больше соответствовать текущим реальным рынкам. Потому что всегда, точно за счет этого, всегда наш курс остается, как сказать, up-to-date, то, что современным, отличающим реальным рынком. Также это может быть не всем интересно, поэтому здесь я вкратце скажу, то, что Отус является лицензированным, то есть у него есть образовательная лицензия, и это означает, что каждый курс является программой получения квалификации и выдается соответствующий официальный документ, и также возможно применение налогового вычета, вот этих 13%. Пойдемте дальше. Направление курсов, как я уже сказал, оно очень многогранное. И здесь представлены самые, наверное, популярные, это программирование, инфраструктура, тестирование, но, как я сказал, есть и курсы и по всем языкам программирования, RAS, UGO, PHP, Java, C-Sharp, все есть. И по разным управленческим должностям, то есть даже есть курс по CTO. То есть можно найти на любой вкус и продолжительное время обучаться, обучаться и получать какие-то знания. И немножко давайте поговорим про цифры. Более 130 курсов, как я уже сказал, которые подходят, которые есть для джинов, для медлов, сеньоров. Около 600 преподавателей во всем ОТУСе, которые делятся актуальными знаниями. И, что очень важно, у каждого студента есть чат, в котором есть преподаватели, есть руководитель курса. И в нем можно продолжить обсуждение каких-то вопросов, например, на которые не успели ответить во время лекции. Потому что, понятное дело, иногда лекции бывают очень плотные на знания, на получение каких-то теоретических знаний, на каких-то, например, на практику. И просто иногда не остается времени на то, чтобы ответить на все вопросы. И поэтому это можно продолжить в чате. Также там даже иногда можно спросить совета по текущему месту работы. То, что там происходит, какая есть проблема. И есть, грубо говоря, чатик с профессионалами, которые могут в этом помочь. Также продолжая про цифры. Шесть лет уже ОТУС этим занимается своим делом. Выпустил более 20 тысяч выпускников. И более 430 тысяч специалистов в сообществе, которые читают наши материалы, учатся, общаются, смотрят, так сказать, производимый ОТУС контент. Напишите, пожалуйста, в чат подходящую цифру. Единичку. Если уже учились у нас в компании. Двоечку. Если не учили, но хотя бы слышали о нас. И третье. Если вообще впервые услышали ОТУСе. А пока ставят цифры, я зачитаю оставшиеся знакомства. Накарман БКН. ПКП. Го. ЕКоммерс. Понял. Похожая у нас с вами область. Так, Иван. Горазраб. Один год интересует индексы подробнее, особенно. ПАСГРЕ. Здесь мы немножечко заденем у нас. Давай, скажем, какие-то примеры будут говорить на ПАСГРЕ. Но очень глубоко прям в них капаются. То есть какие-то там есть особенности именно в ПАСГРЕ. Думаю, здесь не удастся очень глубоко уйти. Так, Владимир. ПКП-разработчик не знает, что только индексы. Хорошо. Для вас здесь это будет полезно. Будет рассказано. Так, Альвин пишет «Долочку не учился, но слышал». Александр. Уже учились. Хорошо. Так, как был Александр Васильевич, сейчас Александр тоже не учились, но слышали. Угу. Пока ждем остальные цифрки. Давайте немножко двигаемся дальше. И уже будем переходить, так сказать, к самой сути нашей лекции. Поговорим, что такое индекс ФБД и вообще, забегая вперед, скажу то, что начнем так прям с аналогии. Но перед этим какие цели вебинар перед собой ставит? Самое первое – это знать, что такое индексы, для чего они, какая у них цель, какие у них есть, сказать, минусы. Ну, и выбирать правильный индекс. Единственное, здесь со звездочкой, потому что мы здесь рассмотрим только два самых популярных индекса, которые есть во всех базах данных, и вот как правильно выбирать между ними. и опять-таки, забегая вперед, количество индексов, их модификаций, такое огромное количество, и, например, один и тот же индекс, одним и тем же названием в разных базах он может нейтрализовывать чуть-чуть по-другому. И это может нанести свои особенности. Так, Иван пишет единичку. Хорошо. Давайте, скажем так, давайте сейчас перейдем к другим единичкам. Сейчас здесь поставлю. Кто-то здесь уже, конечно, написал, но, пожалуйста, поставьте еще циферки. Первое, это если вы слышали слово индекс, но не понимаете, но не имеете представления сейчас, что это, как это применяется в базах данных, и для чего вообще это нужно. Второе, вы работаете с BD и знаете базовые индексы. Да, то есть вы их уже ставили, делали, вот уже даже оптимизировали запросы при помощи индексов. И третье, если вы ворочите уже терабайтем баз данных, вы выжимаете максимум спас грид, тарантов, модги, просто вы выжимаете все из них. Вы даже написали свой BD или индекс и так далее. Напишите, пожалуйста, троечку. Анжелика единичка, Роман двоечка, Владимир единичка, Александр двоечка. Ох, ничего себе, Дмитрий. Так, выделили клюминий баз данных, конечно, индексы их особенности. Это индексы с префиксом, сжатием, другие типы индексов. Здесь как-то намного больше пихнули. Боюсь, это я вам здесь не покажу, какая-то у нас произошла дезинформация. Давай, скажем так, встанье время может быть про это поговорить. Посмотрим, посмотрим. Внимание, процесс поиска выбора с освещением цепля, запроса, учет затрат на поддержку и установление при изменении данных, оптимизация производить с помощью управления индексом. Давайте я тебе помечу и постараюсь ответить на большую часть вопросов. Единственное, что индексы с префиксом, сжатием здесь просто на словах здесь, увы, не обойтись. Здесь надо будет уже более детально смотреть и то, как это производится в самих базах данных. На это время нашего бинара может даже не хватить. А все остальное по всем этим вопросам, по большей части этих вопросов вы найдете здесь ответ. Дмитрий, если вдруг что, я вернусь потом к этому и уже детально про это расскажу для того, чтобы рассказать наше описание этого урока не было голословным. Так, вижу единички, двоечки, двоечки, нижний двоечки, троечки не вижу. Смотрите, про те, кто поставил единичку. Будет очень для вас полезно. То есть, мы здесь прямо с самих азов, с аналоги еще пройдемся и до структур данных. Второе, те, кто поставил двоечку, кто уже с этим работает, базовые индексы, здесь скорее всего это вам поможет может быть как пример для показа менее опытным коллегам и может быть закроет какие-то пробелы в том, как вы этим пользуетесь. Так что, тоже будет интересно. Я не удивлен, конечно, то, что никого в стройке нету, но если были кто-нибудь в стройке, то я бы просил сказать о том, что может быть они со своего опыта что-то могут добавить, рассказать, особенно если кто-то писал свою ВД или индекс, что даже написание слова индекса это очень интересная задача. Я даже помню, что был один доклад, в котором рассказывали про то, как индекс писали и в них это не удалось. Но там было потрачено много времени, много ресурсов, была очень хорошая идея, но не вывезли или, по-моему, они до сих пор продолжали писать, потому что они еще не пришли к той производительности, которую хотели. А текущие индексы, которые уже были в базе данных, они не подходили под это решение. Под эту задачу, которую они хотели решать, своим индексом. Хорошо, давайте начнем прямо с аналогии. И начнем с простого. Представим себе то, что нам нужно создать справочник. У нас есть какой-то город, город Н, в нем живет, скажем, 100 тысяч человек. И мэр, так сказать, своего плеча говорит, делаем справочник. Все, я хочу узнать, кто у нас, где люди, скажем, как имя, фамилия, телефон, где живут. И все, раздал задание, все пошли, пошуршали, где походили, все, собрали все данные. Мы здесь не говорим про защиту персональных данных и про прочее, прочее. Все это опускаем. Делаем пример как можно проще. Все, собрали. Здесь очень важно, что беспорядочно. То есть, как-то ходили, как-то собирали информацию, как-то записали, потом это все вот так вот вместили, собрали в книжечку и отдали. Хорошо. Все, у мэра на руках прям есть этот справочник, все замечательно. И он хочет найти Пупкина Василий Иванович. Замечательно. Но вопрос. Если это все в полном беспорядке, то, что оно идет абсолютно в каком угодно порядке, сколько максимум, какой самый худший случай нужно будет людей перебрать в справочник, чтобы найти Пупкина Василий Иванович? То есть, какое самое наихудшее стечение обстоятельств может быть? Сколько надо будет просмотреть этих записей? Напишите, пожалуйста, свой ответ в чат. Даже если вдруг там сомневаетесь, попробуйте угадать. То есть, может быть, там не знаю. Первые 10 записей, первые 100, половину справочника, может, четверть. Так, вниз пишет 9199, 100 тысяч. То есть, это количество людей в городе. То есть, максимальное количество записей. Так, равно тоже плюс 600 тысяч. Говорит, всех. ИНЕ6, это хорошо. Александр сразу говорит, это был фулскан. Так сказать, забегаем уже вперед, мы к этому вернемся. А, также забыл, если вдруг вообще совершенно нет людей, да, и не хочется угадывать, да, ставьте просто прочим. Да, таким образом будет понятно, что все ответили, мы можем двигаться дальше. смотрю, поток ответов пока завершился, и можно сказать то, да, Денис, Роман, Александр Дмитрий, все правы на то, что нужно будет прочитать все, Вадим, тоже пишет 100 тысяч, да, нужно будет прочитать, то есть, в худшем случае нужно будет прочитать все эти 100 тысяч записей, да, потому что этот Пукин Василий Иванович может быть последним в этом списке. и это называется полный перебор, то есть, как сказал Александр, полскан, то есть, либо полный перебор, полскан, это синоним. И вопрос такой, а как мы вообще можем упросить жизнь мэру, то есть, что нужно сделать, а, Иван тоже 500 тысяч, да, не стоит, правильно, вопрос такой, что мы можем сделать для мэра, чтобы упросить его жизнь, как мы можем переформатировать этот справочник, чтобы он быстрее находил любого человека, чтобы ему не приходилось в кучу случаев было намного меньше. Также напишите, пожалуйста, ваш ответ в чат. Опять, здесь это просто справочник, то есть, здесь мы сейчас не приходим пока к структурам данных, про то, как индекс там устроен и так далее, вопрос тут на справочник, да, там именно фамилия, вот, и как сделать так, чтобы по нему было легко искать, легче искать, почему. Например, нужно найти фамилию. Такой день пришла старкировать, так. Незапорядочить товарищей по алфавиту. Угу. Александр, сгруппировать данные. Угу. Александр, а что вы понимаете под группировкой данных? Можете немножко подробнее расписать? Угу. Угу. Так, лучше свои ответы, давайте двинемся дальше, потом также зачитаем все ответы, которые получил. И одно из решений, как здесь также сказали, что я сортировать, порядочить, про группировку данных тоже понимал, что, образно говоря, там за буквой А один определенный. Так же, Роман говорит, написать программу, чтобы ввел данный мэр и выдал результат. Штука хорошая, но пока что мы говорим просто про справочность, то есть просто обычная книжечка такая, в которой имена, фамилия. Пока далеко не заходим с программами. И, например, самое простое, что есть? Ну, как книги, страницы разбиты по главам, а индексы содержат образы, содержание образа. Понял, да, да, то есть если, имеется в виду то, что, например, можно всех, всех жителей разбить, да, там по первой букве фамилии и так участвовать, разбирать права. Да, совершенно правильно и также для удобства, как и сказали уже, да, и Владимир, и Дмитрий, их еще упорядочить по алфавитам. Вот, и есть такой принцип, да, метод по именному делению, здесь на код, это просто как пример, не надо там вчитываться и смотреть, то есть, ну, это довольно-таки простой алгоритм, ничего там такого нету, то есть суть какая? Мы берем вот эту книжку и смотрим, там открываем так посередине и смотрим, типа, да, это Пукин, да, там, типа, вот сейчас букву, которую я открыл, она дальше или ближе к этому П, если нет, то я вторую половину начинаю смотреть и вот так вот половина за половиной начинаю смотреть и фишка в том, что за первое вот это открытие, да, вообще за самое первое мы уже осеяли половину записи. Благодаря просто тому, что они отсортированы, мы просто за первое открытие ходить по 50 тысячам записей. Во второй раз, когда я пойму, что это с левой стороны находится, я там, ну, там открою и увижу также то, что опять 25 тысяч мы уже отсеяли всего лишь за вторую итерацию. Мне пишут, половина деления не стоит, метод бинарной дикотомии. Дайте секундочку, мне это нужно записать. Слезлисть помечу, потом к этому верну. Не слышал о бинарной дикотомии, но я погуглю. Очень интересно. Хорошо, но суть понятна. Просто берем книгу и вот так вот прям смотрим, больше, меньше. Все, значит, нам нужно либо влево, либо вправо. Никакой магии. Все, мы также этим пользуемся и в обычной жизни. Со справочниками, с книгами, если нам надо найти, например, страницу, больше, меньше, значит, надо туда идти. и для сравнения, то есть, если у нас количество записей, тысячи, десять, тысячи, сто тысяч, один миллиард, получается так, что благодаря этот подход, это логарифм 2, и для нахождения одной единственной записи для тысячи записей у нас будет десять запросов, но для миллиарда у нас оно не увеличилось в тысячу раз, оно увеличилось всего лишь в три раза и за 30 итераций всего лишь за 30 итераций мы находим необходимую запись. То есть, получается, если у нас в справочнике будет миллиард записей, за одно вот такое открытие мы отсеиваем сразу 500 миллионов записей за одно открытие благодаря тому, то, что все записи в нем отсортированы. Соответственно, за одну итерацию сразу отмести 500 миллионов записей. Для сравнения порядок роста. То есть, здесь логарифм логарифм от N, да, здесь N не логарифм от N. Да, здесь просто для сравнения насколько рост отличается. То, что, например, если здесь будет 10-100, здесь увеличилось на 4, а здесь сразу в 7 раз. Чуть дальше идем, здесь тоже, здесь уже в 6 раз. И если сравнительно миллиарде, то здесь мы дошли до 30, а здесь нужно будет произвести во втором случае 33 миллиона операций. То есть, 30-30 миллионов сравнений надо будет делать. Это, конечно, меньше миллиарда, это, конечно, меньше, чем Full Scan, но какой потенциал роста. И, опять-таки, всего лишь бы даже, если даже сравнить 100 миллионов и 1 миллиард, у них разница в прохождении всего лишь 3. То есть, на 3 итерации больше для того, чтобы обойти целый миллиард. Поэтому такой вроде простой алгоритм позволяет нам искать намного-намного-намного быстрее. Кто же нам это дает? Но, в принципе, мы получили идеальный справочный. Задача совершенно оптимально. Искать достаточно быстро. Ну, и мэр доволен. Классно, круто, все, создали справочный. Но время идет, все развивается, все, справочник стал официальным в мэрии, им начинают все пользоваться, и, понятие, люди приходят и говорят, слушайте, а нам по СНИЛСу и по ННН надо поискать. А в этом справочнике очень тяжело искать, мне надо так же, как и в предыдущем разе, так как все это записи не отсортированы ни по ННН, ни по СНИЛСу. У нас также в кучем случае мы должны будем пройти по всему справочнику для того, чтобы найти определенный идентификатор СНИЛС и понять, к какому человеку он принадлежит. И вопрос такой, у нас есть справочник, по которому мы очень быстро можем сказать по фамилии, да, вообще очень быстро, мы сейчас это увидели, а что мы можем сделать, чтобы упростить, так сказать, работникам мэрии поиск по СНИЛСу и по ННН? Также напишите, пожалуйста, ваш ответ в чат. И здесь я также повторю то, что если вдруг вы прям не знаете судьбы правильного ответа, просто догадайтесь, накидайте идей. Роман пишет, сделать то же самое. Резонно можно сделать еще несколько справочников, которые сортированы по ННН и СНИЛСу. А Владимир пишет, сортировать? Да. То есть сортировка там точно будет, это факт. Но, Роман, нужно ли прям делать абсолютно то же самое, если у нас уже есть справочник по имени и фамилии? И мы, например, знаем позицию. Мы знаем, что они там еще пронумерованы, мы знаем определенную позицию. Или там, например, страницу и строчку. Тоже можно играть с позиции. Пока новых ответов не вижу. Давай тогда продолжим. И судьи СОК, как Роман сказал, сделать то же самое. И Владимир сказал, отсортировать. И отсортировать все правильно. Да, то есть как и Роман Владимиров, то есть про отправочник, отсортированный. Единственное, что нам не нужно прям делать то же самое. То есть нам не нужно создавать еще один такой же большой справочник, в котором просто будет вначале индекс, а потом будет вся информация по человеку. Нам достаточно создать маленькие справочники, при помощи которых мы будем понимать. Мы будем брать там ИНН, смотреть на новые цифры, быстро его искать по такому же принципу, например, половинного деления. И потом уже смотреть. И там будет указатель на основной справочник. Как Иван пишет, говорит, создать отдельный индекс и поснился по ИННФ. Все правильно. Это будут маленькие справочники, маленькие индексы, все, которые будут именно указывать на нахождение этой строчки в главном справочнике. Например, страница и позиция. Все. И получается, работник берет, берет снилс, ищет быстро, также там за логарифм АТН, на этом образ, говоря, среди миллиарда, за 30 итераций он нашел, и сразу же понимает, что ему надо найти там, давайте скажем так, 100-тысячную страницу и найти там 15-ю строчку. Все, он уже знает, как это найти. И вот такие маленькие справочники, это и есть индексы. И сразу с этим вопросом. Понятное дело, что эта штука решает, да, создать его то же самое. То есть, это такие мини-справочники. Но какие накладные расходы вы получили? То есть, раньше у нас был просто один справочник, сейчас у нас появилось несколько. И вроде бы создать новые, да, у нас был справочник, на них создать по ННН, по СНИУСу, не проблема. А какие потенциальные проблемы мы можем получить? Ну, не проблема, а, можно сказать, какую новую работу мы получили, что мы должны всегда иметь в виду при каких-то наших действиях со справочником. Также, пожалуйста, напишите свой ответ в чатах. Нужно актуализировать в справочнике. Подожди, остальных ответов. Роман пишет, обновлять каждый раз в справочнике. Хорошо. Давайте еще немножко подойдем остальных ответов. И продолжаем. Секундочку. Так, Евгений, лишняя память задействована будет под каждой дополнительной эдикцией. Согласен. То есть, здесь, получается, и Владимир, и Роман, все правильно сказали, то, что нужно всегда актуализировать справочники. То есть, если мы делаем какие-то изменения в основном справочнике, нам необходимо также поменять и, так сказать, не забыть, поменять данные в этих маленьких справочниках. И, как Евгений, тоже правильно заменять то, что нам нужны, хоть сейчас еще пока не переходим к памяти, но здесь понятная аналогия, потому что нам нужно будет еще вот эти даты, еще маленькие справки, на них нужно будет бумага, спечатки и так далее. За ними нужно следить. И, прямо тоже здесь, например, коды для тех, кто больше сработал с кодом. Здесь даже представлено сразу, забегая вперед, хэш индекс. Дата у нас есть мапа, и хэш индекс сразу, забегая вперед, потому что это просто образно говоря, как хэш таблица. И здесь для быстрого поиска, то есть мы, получается, создали справочник, потом мы создали два индекса по СНИУСу и ННН, сделали хэш индекс по СНИУСу, мы понимаем, какой у нас индекс в основном справочнике. И по ННН то же самое. И, получается, находим мы сначала в индексе, мы ищем по ННН, потом оттуда находим уже индекс и получаем по нему самого гражданина, так сказать. И вам пишут, больше индексов займут больше места на жестком диске. Абсолютно правильно. Чем больше индексов, чем больше индексов, тем больше не занимают. Ну и, понимаете, больше у нас работы на вставку. И суть здесь такая, что как только мы добавляем индексы, у нас сразу же изменение, то есть добавление или изменение записи и ее удаление, то есть любая операция, именно которая меняет данные, они стали дороже. И, грубо говоря, мы ускорили чтение, нам стало легко все это дело искать, но при этом замедлили или где-то усложнили запись. И, так сказать, мы с вами прошли по такому аналогии. Напишите, пожалуйста, в чат, что же такое для вас является индексом. Да, своими словами, как вы это понимаете? И, да, также здесь это было пока пишите ответ. Также скажу, что данные аналогии данного показали для того, чтобы показать, простите, за тавтологию, то, что индекс это не какая-то магия, это не какое-то изобретение там человечества об вас, первый век и так далее. Это такая вещь, которую мы уже используем в быту уже очень долгое время и такой же подход мы применяем в наших базах данных опять для упрощения поиска. И, понятное дело, мы сейчас показали очень простые примеры. Да, то есть просто есть люди, имена, фамилии и так далее. И есть индексы, мы сейчас тоже посмотрим и по геокоординатам, и всякие полнотекстовые и так далее. То есть сложность индексов она может быть безгранична. Так, Александр, что прозвивается под маленьким справочником? То, что там только снилсу и сфилу или что там только связка диапазона снилсу и диапазон с страниц строго? Под маленьким справочником прозвивается что там именно связка, то есть пара. То есть мы ищем по снилсу и на нем есть только индекс к записи. То есть мы согласны вашему ответу это и то, то есть у нас нету дополнительной информации по имени и фамилии, а просто именно сразу ссылка получается на как сказать ссылка на то место, где найти эту запись. Индекс это справочник. А как он выглядит? Грубо говоря, если опять-таки беря примеры аналогии, у нас есть большой справочник, у нас есть маленький справочник, там прям грубо говоря на страницах цифры. И, например, для ИНН какого-нибудь он расположен от меньшего к большему. Вот так заглядываем в простые книжечки и там смотрим, какой там сейчас ИНН. И там прям справа от него будет страница и номер строки в главном справочнике. Находим нужный нам ИНН, смотрим, ага, страница 5001, строчка 12. заходим в большой справочник, сразу находим страницу 5001, там с этим проблем нету, и строчка 12. Получается так, что мы очень быстро по ИНН нашли необходимую нам персону. И Индекс, так сказать, подытожил. Ответ, да, Индекс – это справочник, но он очень маленький. Не то, что маленький, я имею в виду, в нем мало данных. То есть он, может быть, большой размер, то есть там, например, у нас миллион, миллионы записей, и в нем также вот эти миллионы записей сделаны, но там нету каких-то дополнительных полей. Так, команда пишет, отдельная табличка, где отсортированы, хранятся ссылки на основную запись или значение, в зависимости от типа Индекса и типа разделения сортировки. Да, довольно хорошее точно определение. Владимир, а что такое страница в контексте базы данных? Давай, скажем так, здесь сказать сложнее, да, потому что в каждой базе данных есть своя реализация, как она это делала, хранит. То есть, например, если мы говорим о пасгре, она это хранит на дисках. Да, это одно дело. Есть, например, какая-нибудь инмемори база данных, например, какой-то, тоже самое, таранты, он по-другому может это хранить, потому что он с диска все отсчитывает, хранит себя в памяти. Дальше, например, может быть, какие-нибудь кей-вэли хранились, там у них еще какой-то способ хранения. Поэтому здесь все зависит от того, как это реализовано в самой базе данных. Но, грубо говоря, когда у нас вот есть какой-то массив данных, мы понимаем то, что и он, так как у нас в основном все индексы, о которых мы сейчас будем говорить, они, сейчас забегаю про один из индексов, созданы для более быстрого нахождения данных, которые лежат на диске. То есть, получается, у нас есть массив данных, мы знаем, и мы знаем, в каком блоке эти данные находятся. И, грубо говоря, так же, как мы нашли вот эти вот большие количества блоков, то есть, например, терабайт, он разделен на блоке, мы знаем то, что в блоке 9578 вот это находится, и там, давай скажем так, идентификатор того, как говорили, 15. Вот, мы находим вот этот 9715 блок, в него заходим и забираем оттуда запись. То есть, суть примерно та же самая, но от разных баз данных оно может по-разному быть реализовано. Особенно, если мы говорим о каком-нибудь SSD-хранилище, там вообще могут быть по-другому, проект по-другому реализован, там может чуть ли не ссылка на самом начало байта на самом диске, то есть, на блок, вот здесь, вот на этом месте, вот в этом байте начало диска лежит эта ваша запись, можете сразу забирать. Много разных разновидностей. Так, Александр, индекс, получается копия определенных столбцов таблицы. Я скажу так, не то, что копия, а она именно указывает на ключ, на уникальный ключ, для того, чтобы мы могли совершенно точно найти определенную запись. Обычно это указание на прайвере ключ. Например, представим себе, что у нас в данном случае прайвере ключом, то есть, главным ключом в справочнике будет просто его индекс. То есть, у нас есть, понятие, мы не можем взять по имени, фамилии, по классам и так далее, просто будет индекс. Начинается с единицы и заканчиваем, получается 100 тысяч. И в том маленьком справочнике он будет блок, говорит, что блок это сама страница, например, как я уже сказал, 5092, и сам индекс, и там будет индекс, например, скажем, 954042. Мы заходим в блок и находим там индекс 95402. Но именно не индекс, а идентификатор, чтобы сейчас не попутать с индексом. Я прошу прощения. Надеюсь, все вопросы ответим. Сейчас еще подробнее поговорим про индексы, про структуру данных, которые под ними. Так, а есть ли кластеризованный индекс? Он же значение хранит данные. Давай, скажем так, если мы говорим про кластеризованный, не частичный, там, давай скажем так, они сложнее, да, потому что у нас сначала есть там по одному, да, и потом уже по второму. Но это здесь уже также зависит от того, как это дело реализовано. То, что, в принципе, да, он хранит те значения, которые ему нужны для работы. Или здесь имеется в виду то, что мы можем сразу вернуть какие-то значения, не обращаясь к базе данных. Это имеется в виду. Да, то, что мы сразу у него образ, говорят, взяли ID, нам нужны какие-нибудь только эти яичники. Да, туда мы можем без обращения к таблице сразу вернуть эти данные. Да, такая оптимизация есть, но, как сказал, это уже более такой следующий шаг. Да, то, что это уже не в сути помощи поиска этих данных, а в оптимизации того, то, что если получилось так, что в Индексе есть эти данные, он с ними уже работает, то что тогда обращаться к таблице, если мы можем уже их вернуть. Но это вне данного вебинара, потому что это тоже очень интересная тема и то, как она реализована в разных базах данных, но здесь мы не успеем это обсудить, увы. Продолжим, надо сказать, подытожив, с чем у нас является Индекс, и Индекс это служебная структура данных, задача которой отображать ключи на записи. Главная его цель это ускорить поиск и помочь отсортировать. Понятное дело, требует дополнительную память для хранения, как здесь уже об этом говорили, и они всегда обновляются при ставке. И что самое важное, то что раз уж у нас есть индексы, которые где-то помогают, а где-то наоборот мешают, то нам нужно определиться, а когда они нам вообще не нужны. И получается так, то что если у нас есть малая селективность, ну, например, по поводу человека, да, то есть, ну, грубо говоря, поля, которые там true, false, или которых там всего лишь три значения, которые разделят все записи на равные части, то есть 50 на 50, 40 на 60, звучать такой индекс будет, ну, очень мало нам поможет, потому что все равно нам читать огромные объемы данных и только от такого индекса. И, например, PostgreSQL, он может в таком случае даже не применять такой индекс, если поймет то, что цифра 30%, то есть, если больше 30% записей под этот индекс попадает, он говорит, нафиг его, я лучше full scan пройдет. Вот, поэтому, чем больше селективность, чем больше там данные разные и чем, так сказать, более эффективную структуру можно построить, индекс, чем более эффективную структуру можно построить для поиска, тем лучше. Также надо определять, да, какой север хэп против полезности. Например, представим себе, что у вас есть какой-нибудь отчет, который вы генерируете ночью, и он у вас генерируется, ну, давай скажем, полчаса. Не очень хорошо, медленно как бы, а вы такие, добавили индекс, и теперь он у вас вместо полчаса делает это за 10 минут. Круто. Но проблема в том, что, так как вы добавили этот индекс, который, да, здесь, вот эта задача, которая работает ночью, один раз в день, и, например, у вас профиль нагрузки, что ночью, он самый минимальный, но так как вы добавили индекс, получается так, то, что днем, когда основная нагрузка, у вас увеличено время записи, и получается, насколько вам полезно сократить время генерации этого отчета против замедления работы в час пик по вашему профилю нагрузки. Это всегда надо сравнивать. И также бывают кейсы, когда индексы просто не используются. То есть, когда планировщик, как это называется, планировщик процедур, по-моему, планировщик, планировщик, что я говорю, планировщик допросов, он смотрит, какие, что это за запрос, какие у него есть индексы, и как он их может применить. Он может, и, например, если у вас есть два индекса на одно и то же поле, например, на один, который составной, да, и второй просто, да, и он, например, может всегда использовать только составной, Потому что более оптимальный. Составные обычно решают и проблему по первой колонке и часть по второй. Поэтому он всегда использует только его. И получается так, что вроде бы вы добавили, вы рассчитываете, что оно будет использоваться, а оно не используется. А оверхетта по записи мы получили. А зачем, если не используется? И во всех этих случаях помогает мониторинг и анализ использования ваших индексов. То есть всегда хорошей практикой является смотреть на то, как ваши индексы используются. Потому что вы на пустом месте можете получить себе повышение производительности, если вы увидели, что какой-то индекс не используется. Может быть, он не использует, потому что профилировщик, а планировщик это не делает. Или, например, у вас изменились запросы, и теперь те индексы, которые вы делали для предыдущих запросов, теперь просто не подходят. И что очень важно, индексы нужно делать относительно тех запросов, которые вы совершаете. И смотреть, как их можно оптимизировать. Так, Александр, сначала СНИУС ищется в индексе методов двоечного разделения, и, найдя там определенный номер СНИУС, берет номер строки основной таблицы. Грубо говоря, да, да. Ну, не номер строки, да, если мы по номеру строки подразумеваем уникальный идентификатор, по которому можно сразу найти, то да. Так, Владимир, а как узнать, что оверхетт стал больше полезности? Здесь, смотри, здесь вопрос про мониторинг. То есть, например, просто надо сравнить. То есть, даже если не про мониторинг, ну, простую такую вещь. Вы делаете какую-то пользу ночью на отчете, который будет, например, от того, что он был полчаса, стал 10 минут, вы от этого пользы не получили, вы все равно в это время спали. Но при этом на все запросы, на все запросы, на все запросы изменения вот этой таблицы вы получили орхетт по записи. И, может быть, у вас днем вот эти миллионы этих записей обновляются, составляются и так далее. И при этом вы добавили новый индекс только для работы с отчетом, который, давай скажем так, польза от которого, она вам даже невидима. То есть, можно даже от такого отходить, за счет того, что мы знаем, что любой индекс всегда оверхетт по записи. Следующий уровень, понятное дело, это когда у вас уже метрики, вы анализируете, как работают у вас индексы и смотрите, да, то, что, сколько занимается там на запись, насколько она увеличена, как было до, как стало после. Вот, и, да, как раз таки, есть у нас люди, которые занимаются нагрузочным тестированием, да, обязательно провести еще нагрузочное тестирование перед этим. Но нагрузочное тестирование не такое простое, поэтому просто надо смотреть, считать. Так, Владимир, а как вы, значит, именно добавление индекса замедлило запросы? Частично я уже ответил, то, что первое, это то, что там нагрузочное тестирование. Если у вас есть какие-то наборы данных, вы провели по ним нагрузочный тест, потом добавили индекс, снова нагрузочный тест и посмотрели, какая разница, да. Или же просто-напросто есть метрики, есть большое количество метрик, статистики использования, и там можно увидеть, сколько было потрачено времени на, например, обновление этого индекса. В базгре такое есть, во многих базовых данных такое есть, потому что это очень сильно помогает в анализе использования индексов и нахождении проблем. Так что это все, да, узнается относительно вашей базы данных, которую вы используете. Я здесь ответил на все вопросы. Давайте продолжим. Какие есть виды индекса? То есть есть древо видное, самое популярное, есть кэш-индексы, есть полнотекстовые индексы, которые помогают искать что-то в тексте, есть функциональные, которые являются таким агрегатом других индексов. Есть индексы поджессоны, есть индексы геокоординат и прочее, прочее. То есть количество индексов, оно огромное. Сегодня мы с вами все рассматривать, все рассматривать просто не успеем. Поэтому мы остановимся на древовидном и кэше. Пока двинемся дальше. Вопрос от Рифнура. Как найти неиспользуемые индексы? Вам в этом поможет ваша база данных. У нее есть статистика по использованию индексов. И если вы видите, что один индекс используется миллион раз, а второй два или ноль, вот вам и ответ. Денис, как реализуются индексы в ВД? Условно, я как пользователь. Пишу запрос select in from, спрашивая. Как ВД поймет, что надо смотреть в индекс, а не начинать перебудать основную таблицу. Смотрите, этим занимается планировщик запросов. Он анализирует ваш запрос, смотрит, какие поля вы используете, какие есть индексы и применим ли тот или иной индекс. Как именно конкретно, какой алгоритм там внутри используется. Здесь все зависит от вашей базы данных. И обсуждение такого вопроса – это чуть ли не целый курс. Про это можно рассказывать, потому что там очень много всего интересного. И для того, чтобы он это делал быстро, делал оптимально и всегда угадывал правильно. Потому что, да, также есть, конечно же, правило, то, что запрос без индекса, то есть результат запроса без индекса должен быть таким же, как запрос, как результат запроса с индексом. Так что неугадывание индекса, какой-то необновленный индекс – это непозволительные вещи. То есть это невозможно, потому что индексы, использование индексов должно давать гарантию, что мы такой же результат получим. Поэтому, как БД поймет, это все занимается планировщик запросов. И есть документация по ним, есть заклады, то есть там можно много-много рассмотреть. Александр, в свойствах объекта таблицы есть списка индекса. Все так, все так. Единственное, не знаю, есть ли в свойствах объекта статистика использования индекса. То есть есть, может быть, другая таблица. Ну, давайте продолжим. И раз уж мы заговорили с вами про деревья, мы сейчас начнем говорить про такую вещь, как binary search 3. То есть это дерево. Что из себя представляет дерево? Это узлы, между ними какие-то связи, и они каким-то образом связываются. Это вот просто дерево. И, понятное дело, нет каких-то висящих в воздухе узлов. То есть у каждого узла есть как минимум одна, скажем так, как минимум либо одна связь, либо эти ноды, вершины, либо только одна вершина. То есть понять, что не с кем связывается. И binary search 3, в чем его штука? А почему мы сейчас о нем говорим? И чем он помогает? У него есть определенные условия. Это не просто дерево. То, что левое под дерево содержит узлы, значение которых меньше значения самого узла. Правое под дерево содержит узлы, значение которых больше значения самого узла. И левое и правое под дерево должно также являться binary search 3. То есть что это означает? Если мы смотрим на восьмерку, какое должно быть правило? Левое должно быть меньше, чем 8. Так и есть. Правое должно быть больше, чем 8. Так и есть. И для тройки. Левое должно быть меньше, чем 3. Единицы меньше. Правое должно быть больше. 6 больше 3. Здесь тоже все выполняется. И так же самое. Смотрим дальше. 10 и 14. Справа должно быть больше, чем 10. Все так и есть. И для 14. Слева должно быть меньше, чем 14. То есть 13 меньше 14. Все правила здесь выполняются. Сейчас пойдем дальше. И вот если мы возьмем вот эти условия. Слева больше, справа меньше и так далее. Представь себе, какой самый худший случай для вот этого binary search 3 может быть. То есть мы, например, благодаря такой структуре мы понимаем, что если мы сейчас восьмерке, нам нужно найти что-то меньше 8, мы должны идти влево. Или там миллион, мы понимаем, что нам нужно меньше миллиона, мы должны идти влево. Да, или нам нужно больше, мы идем вправо. И вот так вот ищем. В каком случае, какой вид этого дерева приведет к самому наихудшему из исходов поиска? Когда он будет самым, ну, прям самым наихудшим? Напишите, пожалуйста, ваш ответ в чат. То есть здесь, например, нам нужно было найти единицу. Да, мы от восьмерки пошли до тройки, пошли до единицы. Да, и вот какой вот случай может быть, честно, самым-самым худшим. Например, здесь вот нам для поиска тринадцати нам понадобится, получается, раз, два, три действия, для поиска единицы – два действия, для поиска семерки – раз, два, три действия. И представим себе, ну, давайте, у нас там тысяча записей. Так, когда дерево начинает с первого или последнего? Всегда с первого. Оно всегда начинается с корня. То есть дерево, ну, то дерево, да, оно начинается всегда с корня. Всегда начинаем именно с корня. А уже потом искать дальше. Также у нас дерево представляется в виде связанного списка. И у нас, ну, если брать обычное программирование, да, то есть здесь у нас есть объект, который указывает на заголовок списка. И в данном случае заголовок – это как раз вот этот он. Да, корень дерева. По-хорошему, надо перевернуть, и у нас будет такой вот кустик. То есть всегда начинается с этой точки. А потом уже начинает искать. Корень – это восьмерка. То есть вот это у нас корень. То есть начинаем именно искать с восьмерки. И потом по связи начинаем ходить и искать. Так, Роман, не очень понимаю вопрос. То есть здесь вместо восьминства – это один или четырнадцать. Здесь, смотрите, например, нам нужно найти единичку. Получить здесь почищу. Нам нужно найти единичку. Мы зашли в корень, смотрим, здесь восемь. Мы знаем то, что в бинарном дереве слева всегда меньше. Значит, мы хотим найти единичку. Окей, мы идем влево. Зашли здесь тройку. Окей, мы знаем то, что согласны к данному дереву. Слева, левая связь, она меньше. Справа – больше. Мы хотим найти единичку. Единичка меньше тройки. Мы идем влево. О, супер, мы нашли единичку. Если бы, например, мы искали двойку, мы прошли бы тот же самый путь с восьмерки до тройки. Потом мы бы также посмотрели влево и увидели, ага, здесь единичка, двойку мы не нашли. Все, не найдено. Так, 7 или 13. Здесь то же самое. Идем от восьмерки. Нам нужно найти меньше, чем 8. Идем сюда. Потому что семерка меньше 8. Тройка. Нам нужно найти семерку. Семерка больше 4? Больше. Переходим сюда. Шестерка. Семерка больше 6? Да. Идем сюда. То есть вот так вот мы путешествуем по этому дереву, задавая себе такой вопрос. Больше-меньше, мы понимаем, какой путь надо выбрать. Дмитрий, очевидно, логарифм. Логарифм в бинарной баллинефтуре 4. При таких условиях куча случаев не логарифм. Логарифм может быть в другом случае. Если будет еще добавлено еще одно требование к бинаре СР4. Денис говорит N. Давай, скажем так. Пройдем дальше. Да, и Денис абсолютно правильно сказал. Это N. По одной простой причине. Почему N? Да, то есть что означает N? Это мы в кучу случае должны будем обойти все дерево. Но по такому коридору не очень понятно, как же так мы обойдем все дерево. Но если у нас дерево не сбалансирован, и, например, в данном случае, как можно заметить, у нас вот такая длинная, 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 длинный путь. Представляем себе, что у нас все дерево состоит, оно все только уходит вниз. А тут миллион, тут 900 тысяч, 800 тысяч и так далее. И вот мы идем все в одну сторону, в одну сторону, в одну сторону, в одну сторону, в одну сторону. И у нас вообще никогда нет оттеплений вправо. И ведь мы здесь правила выполняем. То, что когда мы идем влево, мы смотрим, оно влево меньше. Окей, ищем то, что меньше. Вот так мы идем, 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 идем. И всегда в одну сторону. Получается, в кучу случае, в несбалансированном дереве, мы пройдем вообще все значения. Мы пройдем по всем значениям. Иван, почему в корне 8, а не другое число? Здесь, смотрите, дерево просто так было построено. То есть здесь оно выполняет все правила. Мы в корне поставили, и потом должны выполнить правило. Слева должно быть меньше, чем в ячейке, справа должно быть больше, чем в ячейке. Там могло быть и 8, там могло быть и 10, могло быть и 13. Как это дерево построено? Но сейчас мы к этому вернемся. И, как я сказал, очень важно то, что дерево несбалансированное. Что вообще такое сбалансированное дерево? И определение здесь такое, что сбалансированное и сбалансированность – это очень важно. Это когда длина любых двух путей от корня, вот в том случае было от восьмерки, до любого листа различается не более, чем на единицу. То есть если мы посмотрим несбалансированное, то есть у нас, например, раз, два, три, здесь раз, два, три, четыре. Здесь раз, два, три, четыре. Ну, давайте представим здесь еще одно, очень хорошая здесь картинка. Получается так, что у нас здесь получается три, раз, два, три, а здесь, например, пять. Получается, это дерево несбалансированное, потому что оно не выполняет это условие. Потому что обязательно должна быть разница именно единица. И тогда таким образом, по-другому, важно, чтобы оно было сбалансированным. Сбалансированным. Так, Александр, значит, АВЛ дерево сбалансировано по высоте. Очень даже может быть. Сейчас могу запамятовать, да, если вдруг Дмитрий подскажет, буду очень рад. Здесь уже пример сбалансированного дерева. То есть здесь раз, два, три, да, и самый маленький у нас раз, два. Получается, скажем, вот эти прыжки, да, то есть два и три, и между ними разница единичка. Тогда это является сбалансированным деревом. И когда у нас, когда нам требуется сбалансированное дерево, нам нужно его иногда ребалансировать, да, то есть оно оставалось сбалансированным. И, вот мы сейчас с вами просмотрели Binary Search 3, но во всех базах данных, во всех, по-моему, вообще без исключения, ну, особенно какие-то, да, там, и скейл и так далее, которые на дисках хранят, используется B3. Это, что такое B3? Это от слова balance. Причем важно, потому что оно именно сбалансировано. И оно создано для оптимизации дорогих подходов за данными на дисках. Потому что вот этот B3, он был сделан 50 лет назад, и тогда не было у нас гигабайтов оператива. У нас были диски, по ним было очень дорого ходить, у нас не было SSD, нам приходилось просто-напросто, ну, там голов крутилось, и любой поход, это капец как дорого. И вот этот B3, эта структура данных, она была специально создана для того, чтобы это оптимизировать. И B3 сбалансированная, да, то, что разница, то есть любой поход, он всегда там, он отличается на единицу. И высоковетвистая, то есть это означает то, что у одной вершины может быть очень большое количество связей, прям очень большое количество. И, что еще очень важно, каждая нота содержит количество данных, которые можно забрать за один системный вызов. То есть, образ говоря, за один системный вызов мы можем забрать там, ну, например, в возгребе по умолчанию 8 килобайт. Но, например, если в вашей системе, на ваших дисках, вы можете забрать не 8 килобайт, а 25 килобайт, то вам надо настроить так, да, то есть, ну, оптимизировать, что, чтобы оно забирало 25 килобайт, потому что это будет оптимально, потому что он за один заход заберет сразу много. И это, ну, опять же, всего лишь один поход по диску. И за счет, чем больше вы сможете в этот буфер внести, тем меньше уровней у вас будет, и тем меньше прыжков вам надо будет сделать. То есть, образно говоря, вот здесь можно представить, что каждый этот прыжок – это поход по диску. И то есть, чем, и понятнее дело, здесь могут быть еще уровни, и чем меньше уровней, тем меньше походов по диску. А поход на диск – это одна из самых других операций. И поэтому меньше уровней, меньше походов на диск – более быстродейственная ваш индекс. Можно и нужно настраивать степень заполненности, да, и количество уровней. Как я сказал, чем меньше количество, тем лучше. Чем больше вы можете поместить в одну ячейку, тоже, тем лучше. Но все зависит от вашей системы. И подытожив, да, то есть, это малый уровень, и много элементов в каждом узле. Так, Александр как раз кинул про АВЛ-дерево. Дмитрий здесь не смог помочь. Ну, да, если что, потом мы также поговорим про АВЛ-дерево, но надеюсь, мы сейчас успеем про АВЛ-дерево. Раз уж мы поговорили про B3, скажите, пожалуйста, вы сейчас поговорили про BST, вы говорили про B3. Какое преимущество такое основное есть у B3 в отличие от BST? То есть, у Binary Search 3 на основе тех знаний, которые вы сейчас получили. Напишите, пожалуйста, ваш ответ в чат. Дмитрий, логарифм. Согласен. Да, согласен, что это B3, так как оно сбалансировано. Да, у нас сложно будет всегда B3. И учитывая, что мы его должны всегда балансировать. Согласен, согласен, да. Такая сложность будет в логарифм АТЭМ. А еще, какие преимущества? Такое основное, чтобы B3, или что он был призван. Давайте еще 6 секунд, еще подождем. Я скажем так, отвечу. Сразу основное отличие, то, что оно оптимизирует дорогие походы на данных по диску. Потому что у нас малое количество уровней, а Binary Search 4 этим не занимается. У него просто растет вот так вот вниз. И все значения и так далее, он не следит за уровнем, он не оптимизирует количество уровней. Если мы говорим о том, что у нас каждая связь это поход по диску, то в Binary Search 3 их будет очень много. Поэтому используется B3. Но, так, Александр, типа для HDD более оптимальный. Да, да, все так. Даже для HDD, про SSD сейчас сказать не могу. Но так как все равно поход на диск – это системный вызов. Любой системный вызов дорогой, поэтому он работает и на SSD. Но на SSD есть уже более специализированные структуры данных, которые работают очень быстро на SSD-шниках. И B3 работает там медленно. Но это из-за особенностей SSD, потому что у него нету крутящейся головки, понятное дело. Но, что очень важно, то, что B3 вы уже не встретите в современных базах данных. Скорее всего, вы уже встретите как минимум B3. B3, B3, и ее есть особенность. Она заключается в том, что на самом низком уровне у нас идет связка между значениями. И это нам дает очень классную вещь, такую как принять индекс для диапазона. То есть, если раньше мы могли только искать там типа равно единице, равно двойке, равно тройке, то сейчас, благодаря тому, что у нас этот список связанных, мы понимаем, что мы нашли, например, 11, а мы сказали больше 11. И мы по связанному списку идем и ищем больше 11. Например, больше 11, меньше 30. Нашли 11, провели такой путь, нашли 11, и потом по связанному списку пошли. 13, 17, 19, оп, наткнулись на 23. Все, вернули. 11, 13, 17, 19. Такая структура данных позволяет нам делать последовательные вызовы, и находить такие, поэтому индексировать и помогать быстрее находить данные. Это позволяет как раз B, B+, 3. Теперь надо почистить. Так, Александр, вопрос для SSD, параллельный запрос можно кидать, контроллеры по умнее. Но, как я сказал, то, что для SSD есть уже другие новые алгоритмы, даже другие базы данных, которые специально заточены для работы на SSD. У них алгоритмы, которые применяют полностью их силу. То есть, получается, B3 он универсальный, но специализированные алгоритмы для SSD, которые будут работать отвратительно на HDD, но быстрее, чем B3 на SSD. Так что, да, такое есть, и там достигаются новые, так сказать, вершины производительности. Знаете ли кто еще какие-то расширения B3? То есть, мы поговорили про B3, B+, 3. То есть, можно сказать еще какие-то, может, сталкивался, читал, слышал. Пока пишут ответы, также скажу, что во всех базах данных нет какого-то, так сказать, эталонного алгоритма B3. И все используют немножко свой. То есть, у Майскала немножко свой, у Пазгри немножко свой, хотя вроде тоже алгоритм B3. А там тоже Тарантул, он немножечко свой. То есть, все как-то немножко по-своему его чуть-чуть пишут. Суть, конечно, по-моему, это не ту же, но есть свои особенности, которые вносят в свои базы данных. Пока ответов не вижу. У меня B3 – это витамин. Теперь не только витамин. Теперь вы еще узнаете то, что это одна из структур данных для индексирования записей. Пока ответов не вижу, сразу же, может быть, знаете, да. То есть, есть еще B3, B3, что я говорю, B плюс стар и B100. То есть, B звездочка. Там про распределение, то, как мы заполняем эти сами ячейки. Про них тоже можно почитать. Это тоже интересная вещь. Но также я вам еще хочу показать, как этот B3 вообще выглядит. B плюс 3. Здесь у нас есть, то есть, это ссылка, то есть, она будет представлена там на презентации. Все это есть. Мы выбираем, например, какую-то степень этого дерева. Что такое это 5? Это значит, что у нас в каждой ячейке будет храниться вот это N минус одно значение. Давайте посмотрим. Добавляем единицу, добавляем двойку, добавляем тройку. То есть, он нам рисует это дерево. Как оно будет выглядеть, когда оно будет балансироваться и как оно будет балансироваться. Вы смотрите, у нас 5 степень и сейчас уже 4. То есть, хранится в этой ячейке будет значение 5 минус 1, то есть 4. Если я сейчас добавлю следующее, например, 6, у нас произойдет перебалансировка. Давайте идти дальше. Добавляем 100. Давайте 101. Снова произошла перебалансировка. То есть, оно происходит не всегда. Но когда мы доходим до какого-то состояния, когда мы уже дальше расти не можем, у нас происходит перебалансировка. Давайте дальше 200. Добавляем, давай добавим. И добавим тройку. Да, так как у нас запомнилось, у нас не произошло перебалансировка, так у нас еще есть место. Давай добавим, здесь несколько троек, добавим четверку. И добавим 300. Тоже у нас всю эту призвать перебалансировка. И сюда еще можно добавлять и добавлять. Как вы можете заметить, дерево, оно очень широкое, и оно, так сказать, сопротивляется росту, можно сказать, глубину. Оно именно растет в ширину. Опять-таки мы помним то, что вот эта каждая стрелочка, каждая стрелочка, это поход по диску. То есть здесь вся эта структура данных призвана к тому, чтобы прям сократить, и алгоритмы перебалансировки также об этом заботятся. Сейчас подобавляем еще значение, чтобы наконец-то выйти на следующий уровень. А он все перебывает. Во, а теперь мы вышли на новый уровень. Итак, он продолжает, продолжает с этим играться, и он прям показывает, как у нас все это идет, как он ищет, куда это нужно вставить, и какие решения он принимает для перебалансировки. И вот эти действия у вас будут происходить на каждой записи. То есть добавили новую запись, он будет искать, куда это пикнуть в вашем дереве. И, понятное дело, здесь степень дерева всего лишь 5. Но сколько, например, можно интов положить в 8 килобайт? Сотни, тысячи. Получается, там в структуру данных у вас будут вот такие. То есть вот эти ячейки, они у вас будут очень большие. Поэтому у вас будет малое количество уровней. И, как я уже показал, что сделано так, чтобы количество уровней было минимальным, и регулярно будет перебалансировка этого дерева. Так, Дмитрий, как по сути, мы поход вниз заменили на поход вправо, куда выигрыш. Дело не в походе вниз или вправо. Дело в том, что здесь именно показана его перебалансировка. И если мы здесь говорим про BST Binary Search 3, то у нас здесь не было бы всего лишь трех уровней. У нас уже было бы куда более глубокое дерево. А если мы говорим о том, что каждый поход – это поход по диску, поход по BST был бы страшно дорогим на дисковых системах, на индексы, которые хранятся на дисках. А выигрыш здесь именно на дисках. То есть только на дисках здесь выигрыш. Если у вас это просто в памяти хранится, вам используйте BST и ни о чем не выигрыш. И не заморачивайтесь. Там даже намного легче происходит перебалансировка. Как я говорил, B3 на дисках работает. Там прям большой выигрыш, они специально для этого оптимизируют. Ну, вроде как по вопросам самого времени остается. Ты пишите вопросы и будете хоть на них отвечать. Александр, это абстракция поиска в файловой системе с УБД? Грубо говоря, да. То есть это просто построенный индекс, и мы по нему ищем. И это да. И таким образом там показано, что мы нашли одно, потом мы знаем, что это находится в другом блоке. Мы нашли этот блок. Также сходили на диск, и потом мы сказали, слушай, а вот это находится в следующем блоке. Вот в этом, вот тебе ссылка на этот блок. Все, мы прошли в этот блок. Владимир, на какие поля таблицы следует делать индексы? Например, таблицы User или Order. Все зависит от вашей базы данных и от того, какие запросы вы делаете. Дмитрий, а как узнать, где хранится? Справит информация для конкретно СУБД? Все так. Все зависит от вашей базы данных, как они это принят, в каком формате, какую модификацию B плюс 3 они используют. Все, все всегда зависит от вашей базы данных. Обычно это написано в документации. Они там это более, они раскрывают. Пока пишите вопросы, совершенно, так сказать, краем уха, так сказать, задение кэш-индекса. Но они намного проще, чем, с одной стороны, они намного проще, чем деревья. Мы на них сильно останавливаться не будем, потому что не является частью нашего вебинара. Сейчас рассматривать про индексы, какие хэш-функции применять, как разрешать коллизии этих хэш-функций. Но если вы программировали, то вы, скорее всего, использовали хэш-мапы, хэш-таблицы. И, грубо говоря, суть там в том, что у вас есть какой-то ключ, вы его прогоняете через хэш-функцию, она его превращает в какое-то число и куда-то складывается. И, таким образом, мы достигаем того, что мы можем любой ключ хранить. То есть, например, для мапы можем по строкам, по интам, даже иногда по объектам. Самое главное, чтобы мы хэш могли взять по этому. И находим быстрое значение, очень быстрое значение. И в чем суть, почему мы сейчас об этом говорим? Если, например, сравнить. Про хэш это все. То есть, реальная суть вот такая, то, что есть вот эта хэш-таблица, в которой мы все это дело храним. И самый худший поиск у хэша – это O от единицы. То есть, не совсем O от единицы, а O от константы. То есть, оно всегда практически константно. Но при этом в B плюс 3 у нас всегда алгоритм мотаем. Увы. Также у хэша индекса, ему, например, не нужна перебалансировка. У него есть алгоритмы хорошего хэширования, у него есть алгоритмы решения коллизий, ему не нужна перебалансировка. В B3 она нужна. И чего нет в хэш-индексе – это вот этого последовательного доступа. То есть, если мы хотим сказать, типа, больше 20, и у нас там хэш-индекс, он нам не поможет. Он нам не поможет, у нас будет full scan из-за этого. А вот в B3 мы можем. И дополнительного пространства также не занимает, потому что у нас, независимо от того, какое значение мы там хэшируем, оно все равно превращается в какое-то число. Поэтому оно всегда одинаково. Мы всегда можем предсказать относительно количества записей, сколько у нас будет индекса. В B3 не так. То есть, здесь у нас зависит от того, какой ключ мы там храним. И какой вердикт по хэш-индексам и по B3? Если в ваших запросах вы ищете всегда прямое совпадение, то есть, например, идентификатор равен кому-то, или там какой-нибудь хэш равен там… Нет, у нас, конечно, не вышло. То есть, если у вас всегда именно на равно, то есть вы ищете определенную запись, то есть как k-value хранилище, то вы можете использовать хэш, потому что он будет быстрее работать. Но если у вас есть запросы типа «дай мне что-то больше 20», то хэш-индекс здесь вам не поможет, он не будет там работать. Вам поможет здесь B3 индекс. И понятное дело, что в базах данных, которые у вас есть, у вас есть еще больше количества индексов. Мы сейчас вообще про самые основные, которые есть практически во всех базах данных разобрали. И обязательно надо с ними ознакомиться, для того, чтобы понять, а что вам выбрать, а в каких случаях он будет работать, в каких случаях он предпочитает. И всегда надо отталкиваться от тех запросов, которые вы делаете. Так, неплохое объяснение по BST, SPS, B+. Это офигенно интересно, хэш-индекс, на мой взгляд, непрактичный. Только если таблицы быстрее растут, это удобно. А вот если растут, то лучше искать другой вариант. Ну, понятное дело, что у каждого индекса есть свои минусы, свои плюсы. Ну, как здесь мы их расписали. И как они себя показывают при росте. То есть, если, например, там проблемы с решением коллизии начинаются на большом объеме, и решение коллизии начинает занимать какое-то ощутимое время, то да, конечно, хэш-индексу от них лучше избавиться. И, по-моему, даже до какой-то версии в патгре, там было так, что хэш-индексы не гарантировали запись, что ли. Получалось так, что если у вас произведется какая-то проблема, то вы потеряете данные. Как бы проблемы есть. И, конечно же, на основе ваших запросов и на основе того, какого объема данных, и как там конкретная реализация алгоритма фиширования, да, либо 3, работы. То есть, всегда надо смотреть, сравнивать и конкретно ваши байзаны, конкретно в вашем случае. Ссылочку я себе тоже возьму в заметку, посмотрю, что там описано. О, мне надо стереть. Так, пока, скажем так, задавайте свои вопросы, пишите. Я в фоне продолжу. И познакомлю вас с командой и программой курса. Когда вы все-таки Highload Architect, все дела. Про что я хочу остановиться? Это про программу. То есть, как я вам рассказывал сейчас про базу данных, про индексы. То есть, это вообще просто поверхностно мы посмотрели. В самом курсе мы посмотрим. Там также будет рассказано про саму индексы, их базу. Про то, как работает оптимизация запросов. Про то, как работают у нас выборы. Например, посмотрим, с пасгрёб познакомимся, с локэшом, с шардированием. То есть, прям полный спектр по рабочим базам, с базовым функционалом, для того, чтобы мы обеспечивали гарантии, производительность ваших баз данных. И также рассмотрим такие вещи, как OLAP, база данных, и пример OLAP ClickOut. И также про Taranto и In-Memory базы данных. Ну, проведение здесь такое, сказать. Первичное здесь и про нагруженное тестирование. Поговорим, потому что, я считаю, это одно из самых очень важных вещей, особенно для архитектора, чтобы он понимал, как делать нагруженное тестирование, хотя бы какое-то базовое. И должен проверять свои решения до того, как они пойдут в продакшен. Разработка бэкэнда вознагруженных сервисов. Здесь поговорим и про бэкэнд, как там и микросервисы, как работает баллосировщик, как работает протокол HTTP, системы конфигурации, инфраструктуры. Много-много-много всего тоже поговорим про бэкэнд, потому что ни одной базой данных все это делается. Разберем типовые архитектуры, потому что все-таки high load архитект, но high load у всех разный. У новостного портала он один, у рекламной системы он другой. То есть профили нагрузок разные. И поэтому у каждого есть свои решения, своих проблем. И в конце будет создан итоговый проект, забегая вперед. То есть это может быть какой-то кейс вашей работы, ваш проект, все что угодно. Все, что вам интересно, близко. Ну или выбрать что-то из типового, на котором вы примените как раз все полученные знания. Так, пока есть вопрос. Пару слов про полнотекстовый. Давайте скажем так, про полнотекстовый поиск здесь. Давайте скажем так, да, то есть там применяется обратно такая сторона, да, то есть индекс по обратному работает. Я боюсь того, что у нас сейчас остается 6 минут, и я просто не успею. То есть сейчас я прям очень-очень быстро буду про это рассказывать, просто не успею. Да, надо сейчас еще несколько слайдов пройти. Вот, ну и что можно будет про это пообщаться? Мой контакт есть на одним из первых слайдов. Так что можно продолжить там общение, про это дело пообщаться. Быстренько представлю преподавателей. Я являюсь руководителем, да, потому что через меня прошло 499 студентов. Ну, со мной его знакомы, да, то есть Виталий Ушкевич, который уже тоже больше 10 лет опыта, работает с этим, да, и в больших проектах работал, и преподает только у нас на High-Load Архитепте. Анатолий Бурнышев, который уже 20 лет, то есть это прям такой мастодон такие индустрии, и преподает на огромном количестве курсов, вот, и я аж ему завидую. Насколько многогранный специалист, да, то есть он и преподает, и проверяя задания, прям все умеет. Вот, и реактив, который преподает тоже на нескольких курсах, тоже больше 10 лет опыта, вот, и в Голэнге поработал, и в форекс-компаниях, тоже много опыта. Задин Новаковский, который работал тоже очень с разными системами, и с разными базами данных, и с виртуализацией, и с DNS протоколами. DNS вообще, DNS сервера, это вообще та еще штуковина, вот, и даже продает на нескольких курсах, да, то есть даже на адвенция администратора Linux, потому что тоже очень глубокие знания. Андрей Поляков, который работает с сервисами Hadoop, с такими распределенными базами данных, оркестрацией, да, и, ну, понятное дело, из его интереса к Big Data, блокчейн, потому что, ну, не то, что потому, что даже из-за этого понятно, что я работаю с Hadoop, с оркестрированием и MPP-базами данных. И тоже преподает сразу на нескольких курсах, тоже очень многогранно развитый специалист. Антон Цитульский, у нас, так сказать, новый специалист, да, активированный, и очень сильно у нас, так сказать, топит и толкает систем дизайнер. Вот, тоже, очень, давай скажем так, относительно молодой, относительно, да, всех, не обладает таким большим опытом, да, то есть не 10 лет опыта, но в тех сферах, в которых он изучает, очень много всего знает. И Hadoop специализируется на базах данных, особенно на тарантуле, она является и ментором, и курс производит, инструментарий пишет, и также очень много всего знает по пазгре, и он как раз-таки преподает большое количество лекций у нас по пазгре, по тарантуле, по базам данных. Большой специалист, можешь ответить на большое количество вопросов. По команде курса познакомились. Так, вопросы у нас какие, жаль, прошу, спасибо. Да, но, как сказал, типа, пообщаться можем в Телеграме, просто здесь не успеваем. Так, Александр, да, Никита, я как НТ-шник и прибежал на открытый вебинар, но так как у вас для разработки курса, то сначала надо прийти в разработку, чтобы служба максимально практична. На выжечь пожелание, какой-нибудь мощный затык разбирать, который пробивается в живом проекте. Тяжело такое делать. Как НТ-шник, да, то есть у нас прям совсем маленькая там часть, это такой, как сказать, вводный курс, для того, чтобы люди поняли, типа, что вообще это такое и вообще с чем-то там проблемы. Можно затык разбирать здесь. Проблема таких кейсов в том, что сначала надо дать вот такую вводную, да, а потом уже это дело разбирать. Штука хорошая, но она может быть неполезной, потому что, например, припоминаете мне такой, был Google Meetup, это был Badoo, и я в свое время сижу такой, о, Badoo, интересно что-то рассказывает. И они говорят такие, мы сейчас вам расскажем, как мы администрируем наши 10 тысяч серверов. Я такой, у нас 8. И как бы пользу на тот момент был вообще ноль. То есть я тогда еще был на PHP, еще был разработчик, но как бы мне это не близко. Мы еще даже не дошли до 10 тысяч серверов. Поэтому здесь таким кейсом надо быть аккуратно. То есть как бы, да, для тех, у кого тоже 10 тысяч серверов, они такие, о, да, круто, поделитесь. А у кого 100, у кого 1000, и у кого нету такой тенденции роста, они могут когда-то к этому вернуться, но не сейчас. Поэтому здесь это, надо найти правильный кейс, который будет, прям всем подойдет. Задумывайся над этим, когда найдем, такое сделаем. Стало две минуты, может, я сейчас немножко потороплюсь, но если что, информация все будет на сайте. Быстренько про процесс обучения. Все по вебинарам. Все записи, занятия, материалы остаются у вас. То есть все это в личном кабинете, все это есть. Есть домашние задания. Например, у нас они представлены в виде такого нарастающего приложения. То есть начинаем со скелета, потом растим, 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 растим. Ну, как бы ни звучало это банально, но делаем социальную сеть. Но на ней как раз-таки все разные кейсы. Высоких нагрузок можно посмотреть и опробовать. Как я уже говорил, есть преподаватели, которые вы можете задать вопросы. Это практики, которые могут даже по рабочим вопросам вам помочь. Четыре академические часа на занятия и 4-8 на домашнюю работу в неделю. И, как я говорил, каждый запуск мы всегда обновляем. Всегда стараемся. И, да, скажем так, даже если мы заленились и есть какие-то там образы, говоря, какой-то проект на работе или еще что-то, всегда приходят, говорят, давай, что? Как, да, давай, супер. То есть есть специальные люди, которые, так сказать, тыкают палочкой очень занятых работников в индустрии IT. По карьерной информации также вкратце. То, что анализ рынка происходит, да, аналитиками отуса. То есть мы найдем 2219 вакансий, которые так или иначе связаны с хайлоудом. И, примерно, медиана, да, то есть это и низ, и верх, ну, примерно, да, там около 170 тысяч. Источник хэ-хэ, ру-хэдхантер. И, например, если рассмотрим данную вакансию, что у нас здесь есть? СУБД, разработка структуры базы данных, профилирование, базы данных, менеджер очередей, концепция синхронной работы. То есть вот это все будет разобрано, вот эти все пункты будут разобраны, так сказать, достаточно глубиной на нашем курсе. Вот, пойдем дальше. Следующее. ПВВ, так, знание ПВВ, понимание реляционных хреновской ОБД, то есть это все так же будет разобрано. Алгоритм структуры данных здесь, увы, нет, это более такое программистическое. Да, но какие-то такие вещи, которые, структуры данных, которые важны, например, как мы для индекса разобрали, да, это будет предоставлено. Но, например, алгоритм, как обходить это наиболее оптимальным образом, нет, да, не задача этого курса. Так, разбираться, немножко с докером поработаем, т-т-т, понимание процесса разработки устройства. Ну, да, здесь не так много я подчеркнул, но тоже есть полезное. И здесь уже хайлоу, давайте тоже посмотрим, отлично, хорошее внимание маски и скейл, то есть как оно работает. Нагруженных баз данных, шардинг, репликация и все такое. Все есть и даже все такое. Обзоры, которые нагрузены сервисами, да, то есть это и про бэкэнд, в котором там балансировщики и так далее, то есть как все это делается, как это распределяет нагрузка. Принципы про ДДД тоже поговорим. Тоже есть прям, называется, не курсы, а лекции по ДДД, домен, равен, дизайн. Учетки меня щитрявого нету, меня не работают команды в строке, здравомыслие. Увы, здравомыслие мы не пропадаем. Давайте немножко порефлексируем, так как уже время заканчивается. Мы пришли к цели вебинара, было узнать, что такое индексы. Я думаю, с вами разобрали, поняли, ну, на простых примерах, чем является собой индекс. Да, и как выбирать правильный индекс на примере B3 и кэш индекса. Позвольте, так сказать, с вашего позволения, давайте пропустим вопрос, так как уже выбились из тайминга. Вставляю список материалов для изучения. Очень сильно рекомендую прочитать вот эту книгу в самонагруженное приложение. Это книга, как еще называют, книга с кабанчиков. В ней очень много всего написано, очень много полезного. То есть прям каждая страница на вес золота. То есть из всего вот этого списка материалов, вот самый первый прям очень полезный. И там про разные, как называется, про разные обработки. Пакетные обработки, трансляционные обработки, могут сейчас ошибаться. И также потоков обработки данных. Все разобрано, разные примеры, разные проблемы. Если вы хотите в хайлоуд, если вы хотите в архитектуру и так далее, обязательно к прочтению. То есть это такая прям базовая и настольная книга, которая у вас должна быть. Так сказать, дико плюсую, дико рекомендую. Ну и разные ссылки. И также ссылка на визуализацию алгоритмов разных. Тоже полезно, да, для того, чтобы понимать, как он примерно работает. И здесь представлена ссылка, как делать пейдж-инспект. То есть это всякие вспомогательные методы, вспомогательные функции, в пасгре для того, чтобы смотреть, а как у вас вообще работа происходит. Как работают индексы, с чего они состоят, для того, чтобы дебажить и смотреть. Старт обучение на нашем курсе 31 октября. Дать эту часть в этом месяце уже. И следующий открытый урок у нас 16-го, тоже с очень интересной темой. Green Plan высоконагруженных систем. То есть, наверняка дожди, я не скажу, посмотри, потому что я с Green Plan еще не работаю. Пожалуйста, заполните отзыв о занятии. Так как мы очень, да, скажем так, следим за обратной связью, обрабатываем ее, так что ваш отзыв нам будет очень полезен. И на этом у меня все. Надеюсь, под конец, под качание тайминг я не очень сильно начал торопиться. Говорил я. Понятно? Если вам было интересно, жаль, не про все успели поговорить, но давайте-ка быстренько сверху Дмитрий говорил так. В ходе урока мы осветим следующий вопрос. Значение индексов в базах данных. Поговорили. Зачем нужны индексы и как они получают производительные запросы. Поговорили. Получение скорости. Поговорили. Влияние индексов на использование ресурсов системы. Обсудили. Различный тип индексов. Б-деревья и их применение в базах данных. Есть. Хэш-индексы и их особенности. Есть. Индексы с префексом, сжатием и другие типы индексов. Здесь, увы, не успели бы даже это обсудить. Здесь, увы, извините за дизинформацию. Процесс работы с индексом. Понимание процесса поиска и выбора соответствующего индекса для запроса. Здесь, как затевался этот вопрос, то, что это решает планировщий запросов. Если он увидит то, что в этом индексе это будет полезно, то есть это либо четкий индекс, либо это какой-то диапазонный, то он применяет этот индекс. Если он понимает то, что в этом индексе будет очень большое количество данных, то он просто скатывается в FUSCAM. И, понятно, таких правил намного-намного больше. Их прям нужно смотреть в саму базу данных, как она это делает, какой алгоритм, и, как можно сказать, тюнить свои запросы для того, чтобы планировщик этих запросов вам еще больше помогал. Учет затрат на поддержку индексов, их обновление при изменении данных. То есть это мы когда говорили про балансировку, сколько нужно затрачивать памяти, как часто это будет в балансировке происходить. Оптимизация производительности с помощью управления индексами. Ну, как говорил, то, что это уже тюнинг индексов, когда, например, либо какой-то индекс, который для SSD, как вот мы здесь обсуждали, или, например, тюнить индекс, его какие-то размеры, то есть количество уровней, количество, сколько мы можем поместить за одну дизайн-системный вызов. Получается, мы с вами не поговорили только про индексы с префиксом, сжатием и другие типы индексов. Здесь вот, извините, не смогли, не успели. Вот. Вам, извините, спасибо, было интересно и полезно. Тогда за всем все. Надеюсь, было интересно. Буду рад вас видеть у нас на... Не только на хайлоуде, но и на любых других курсах. Всем большое спасибо за внимание. Если вам было полезно и интересно. Все. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!